Доброе утро, детки. Ой, молодцы, все дружненько говорят. Сегодня, детки, я вам расскажу историю о двух маленьких девочках. Одну звали Эмили, у нас тоже есть Эмилия, да, очень похожее имя, а вторую звали Хедвик, необычное для нас имя, и оно необычное, потому что эти две девочки жили в Германии. И в одно время их папу-пастора послали на миссионерскую работу в Бразилию, есть такая страна. И задача папы и задача мамы была в том, чтобы помогать бедным людям, чтобы рассказывать им об Иисусе. А маленькие девочки чем могли, тем ими помогали. Но проблема была в том, что в этой стране не очень любили слушать о Христе. И еще была проблема в том, что бразильцы не любили немцев. Когда-то, давно, задолго до того, как эти маленькие девочки переехали в эту страну, была война в Бразилии, и активное участие в этой войне принимали когда-то немцы. Ну, конечно же, ни Эмили, ни Хедвик, ни их папа и мама никогда не хотели никому ничего злого. Но вот люди помнили о том, что когда-то им делали зло, и теперь они старались сделать зло и этой семье. И самый главный милиционер в городе, в котором жили папа, мама и эти две девочки, пришел к папе и говорит, вы знаете, люди, которые живут в этом городе, не хотят, чтобы вы рассказывали им об Иисусе. И не приходите, не проводите никакие служения, не проповедуйте им, потому что они даже грозятся вас убить. Представляете? Ничего плохого им не делают, а они хотят убить. Вот такая ситуация. Но папа сказал, вы знаете, я доверяю Богу, и я знаю, что Он ничего плохого не допустит в нашей жизни, поэтому не пугайте меня, мы с семьей все равно будем продолжать ту работу, которую ведем. Я приду, и вечером в воскресенье буду проводить служение. Пусть грозятся или не грозятся, я все равно буду это делать. Ну и они, конечно же, всей семьей молились о том, чтобы Господь защитил их. И Эмили молилась, и Хедвик, и папа, и мама вместе молились о Божьей защите. И случилось так, что перед воскресеньем папа внезапно заболел. У него поднялась высокая температура, он начал кашлять, и очень плохо было ему. Так что он даже с постели не мог подниматься. И мама, и девочки старались ему помогать, ну чем могли. Как можно помогать такому человеку, который так заболел? Что ему можно делать? Кто знает? А ну поднимайте ручки, кто знает? Так, Даник знает. Ванну делать. Ванну. А какую? Что туда добавлять надо, что-то или нет? Или просто водичку? Просто воду. Можно просто с водичкой, так? Что еще нужно ему делать? Кто знает? Чаек какой-то ему заварим? Да? Заварим чаек ему. А что ему еще нужно делать? Горло полоскать будет? Кто любит полоскать горло? О, Аня любит полоскать, да? А Эдик тоже любит. Вот молодцы. Чаи любите пить? Даже лекарства можно давать. Да, если совсем плохо, то приходится и лекарства давать. И вот они все, что могли, все-все-все делали. Но папе лучше не вставало. Пришло время воскресенья, когда нужно выходить уже из дома, а он не может. Поэтому он попросил двух своих друзей, чтобы они подняли его и помогли дойти до места богослужения. Они его под руки потихонечку-потихонечку довели до места богослужения. Он вышел за кафедру, даже немножко вот так качался, потому что ему было очень-очень плохо. Температура еще была. Но он когда шел, он молился, Господи, помоги мне, чтобы я мог проповедовать. И когда он молился, внезапно он почувствовал себя лучше. Он почувствовал, что у него уже нет температуры. И совсем хорошо. И он всю проповедь очень хорошо провел. Всем понравилось. И люди были очень довольны. Люди старались даже поближе пододвинуться к кафедре для того, чтобы все-все-все услышать. После богослужения к пастору подошел один человек и сказал, что не все довольны его служением. И по дороге домой могут попытаться его схватить и даже убить. Как вы думаете, испугался он? Испугался. А вы поиспугались? Ну, наверное, не очень приятно, правда, такое услышать. Мы хотим, чтобы к нам все были по-доброму, и мы стараемся быть по-доброму со всеми. Но папа не испугался. Он помолился и пошел. А нужно идти было ему через лес. И ангелы ему помогли пройти через этот лес, и никто на него не напал. Прошло несколько дней после этого. И ночью семья услышала какой-то шум возле дома. Услышали, что очень много людей. Они кричали что-то и грозились развалить дом, ворваться и всех поубивать. Представляете, как перепугались маленькие девочки. Они сразу упали на колени и начали просить, чтобы Иисус помог им. Конечно, они испугались. Они так и говорили, Господи, помоги нам, мы очень боимся этих страшных людей. А папа подошел к двери, он ее не открывал, но сказал, заходите. Но я не завидую первому, кто зайдет. Те, кто стояли за дверью, подумали, ой, наверное, у него там оружие какое-то. А может, их там много? А вдруг они нас сейчас в клочья разорвут? Да? Такой страх на них напал, что они разбежались все. Так Господь спас всю семью и защитил их от этих злых людей. Но они не успокоились. Через несколько дней они снова задумали прийти и все-таки выгнать пастора и его семью. Но было еще очень интересное событие перед тем, как эти люди снова вернулись. Как-то утром девочки увидели через окно, что возле их двери, возле их калитки бегают семь собак. Представляете, сколько много? У нас тут одна бегала с двумя щеночками, и то казалось, ого, сколько у нас собак тут бегает. А тут целых семь штук, и они были большие. Они бегали, игрались, и казалось, что они совсем не злые на вид. Поэтому Эмили и Хедвик решили их покормить. Они подумали, может, они голодные, нужно их покормить. Они попросили у мамы еду, взяли мисочку, туда все сложили и вынесли на порог. Но, как ни странно, собаки не пришли кушать. Так еда и осталась. А сами собаки никуда не уходили. И были аж до вечера. Они даже улеглись спать возле двери и никуда не уходили. И после того, как семья уже помолилась, легли спать, они снова услышали шум. Снова идет эта большая толпа людей, они снова кричат что-то и грозятся. Но тут сквозь шум этой толпы они услышали грозный лай собак. Эти собаки наежились так, стали рычать, зубы оскалили. И стали окружать этих людей, которые подходили. Ну, конечно, никто не хочет, чтобы его укусили, правда? И поэтому люди потихонечку-потихонечку начали расходиться. Прошло опять несколько дней. Собаки убежали на следующий день. И уже их не было. Но снова утром одного дня они вернулись. И ночью этой снова пришли эти злые люди. И снова их собаки отогнали. А наутро собаки убежали. И так повторялось несколько раз. В ту ночь, в которую должны были приходить эти злые люди, приходили и собаки. И защищали эту семью. Как вы думаете, кто присылал собак? Бог присылал. Позже уже девочки узнали, что эти собаки принадлежали одному верующему человеку. И они никогда никого не обижали, эти собаки. Они были очень добрыми, ласковыми. Всегда играли с детками. А тут, когда приходили эти злые люди, они становились как волки злые. Они нападали. Они даже были готовы покусать. Но только бы защитить тех людей, которых охранял Господь. Наверное, ангел им на ушко там шептал, нужно лаять, нужно рычать. Итак, видите, если человек хочет служить Господу и никому ничего плохого не делает, он в опасность, если попадает Господь, всегда будет его защищать. Даже вот таким чудесным образом. Он даже животных может использовать для того, чтобы защитить человека. Поэтому нам нужно всегда помнить о том, что Господь наш сильный, и Он может нас защитить, если нам грозит какая-то опасность. Нам только нужно попросить. Правда? Хорошо. Давайте будем помнить об этом. Садитесь на свои места. Пусть Господь вас благословит. Продолжение следует...